О том, что необходимо поддерживать равновесие между гуманностью и национальными интересами, сказал премьер-министр Израиля Нафталий Беннет на заседании правительства, где обсуждалась ситуация с приезжающими в Израиль гражданами России и Украины. Это те, кто имеют право выбрать Израиль как место жительства согласно закону о возвращении. Минимальные прогнозы 50-70 тысяч новых репатриантов. Нынешняя Алия будет кардинально отличаться от сионистской Алии 70-х годов, от массовой постперестроечной Алии 90-х годов и от дарконной Алии последних лет. Новым гражданам Израиля будет одновременно и труднее, и легче. Рынок труда в Израиле далеко не такой, каким он был в конце прошлого века. Предприятий, фирм и организаций, которым требуются работники, стало гораздо больше. Свою роль сыграли и два года пандемии коронавируса с удаленной занятостью. В Израиле сегодня примерно 150 тысяч свободных вакансий. Есть достаточно рабочих мест, на которые могут взять даже без знания иврита. Запись детей в школы и детские сады, расширенные системы ульпанов по изучению иврита, тоже достаточно четко отработаны с учетом опыта прошлых лет. Учителей иврита, владеющих русским и украинским языком, стало в сотни раз больше, чем было в 90-е или в начале 2000-х. Израильские кибуцы и машавы выражают робкую надежду на то, что новые репатрианты, которым они готовы хоть сейчас предоставить пустующее жилье, заинтересуются работой на земле, останутся на селе и пополнят местные сельхозкооперативы. В Израиле еще жива мечта повторить еврейский феномен 40-50-х годов прошлого столетия, когда тысячи репатриантов организовали и пополняли сельхозкоммуны молодой страны. Главный вопрос дня – жилищный, но и его можно решить в обозримые сроки. Несмотря на то, что в стране не хватает около 200 тысяч единиц жилья, новых репатриантов не оставят без крыши над головой. В социальном жилом фонде на периферии страны уже изыскано около тысячи квартир, которые срочно отремонтируют для приема новых репатриантов. Приоритет будет за социальными случаями, под которыми подразумеваются пожилые люди и инвалиды, родители-одиночки и многодетные семьи. Остальным репатриантам, которые заинтересованы в съеме жилья с первых дней, предложат дотацию на аренду квартир. Берется в расчет экстренность сборов и отъезда из России и Украины. Вполне вероятно, что будет отменен запрет на перепланировку уже существующих квартир большого метража и создание в них самостоятельных единиц съемного жилья с отдельными входами, кухнями, санузлами. В одной бывшей большой квартире смогут поселиться, не мешая друг другу, две-три родственные семьи репатриантов. Звучит требование к застройщикам вернуться к проектам домов с небольшими квартирами, которые могли бы покупать, взяв банковскую ипотеку, новые граждане страны. Согласно уже прозвучавшей оценке министра финансов Авикдора Либермана, прием репатриантов 2022 года обойдется в 4,3 миллиарда шекелей. И на текущий момент эти деньги в государственной казне есть. Каждый новый репатриант обходится стране на первых порах в 80-100 тысяч шекелей. Опыт приема репатриантов конца прошлого века свидетельствует, что от большой волны Алии есть и большая экономическая отдача, во много раз превосходящая затраты. Массовая Алия из СССР вывела Израиль из экономического кризиса, который начался в стране в середине 80-х и резко закончился в начале 90-х. Это хорошо понимают в Израиле в непростые дни приема новой волны репатриантов из России и Украины. Продолжение следует...